Продолжается наш эфир, и в гостях у нас по-прежнему самые интересные, самые необычные, самые веселые и, конечно, самые информативные жертвы для нашего интервью. У нас в гостях Карина Санкулова, которая в прошлом, если не ошибаюсь, обладала прекрасным вокалом, а сейчас каким-то образом стала замечательным дипломатом. Доброе утро, здравствуйте! Доброе утро! Как ваши дела? Как утреннее настроение? Замечательно, все хорошо. Вот, знаете, раньше говорили, язык до Рима доведет, сейчас, видимо, по всему пение доводят до ООН. Вы у нас там устали спикером. Как это вообще так получилось? Ну, я как бы долгое время участвовала в моделях ООН. Сначала я начала это дело... На подиуме, я так понимаю? Нет. Я начала это дело в университете. Получается, моя первая конференция, она прошла при университете. И там как бы сначала было очень страшно, потому что я боялась публично разговаривать. И... А потом получилось так, что я взяла звание лучшего делегата. И это как бы мне дало такой немножко... Стимул. Стимул, рывок. Да. И дальше я участвовала уже в конференции, той же самой конференции, только она была масштаба как бы города. Это была городская конференция. А потом там я тоже как-то получила лучшего делегата звания. И я сказала, вау, может, мне нужно выехать в какую-то другую страну. И потом я поехала в Париж. И все так легко. То есть вы не смотрели на стоимость билета. Вот как-то так получилось, и все, и карина могла... Нет, я просто уже долгое время проживаю в Европе. И путешествовать внутри достаточно как бы дешево. Легко, да. Ну, говоря об учебе за рубежом, мы сегодня как раз затронули эту тему. Хотелось бы услышать пару советов. Тем, которые только переезжают, как адаптироваться. Потому что вы учились в Голландии, я знаю, в Польше тоже учились. Ждем. Ну, хотела бы сказать правду, что адаптироваться на самом деле не так сильно легко, как казалось бы. Например, первые свои три месяца я плакала каждый день, когда улетела, потому что я покинула дом. Отчасти, да нет? Нет, нет. Я скучала просто очень сильно по семье. Я покинула дом в 16 лет. Я закончила школу в 16 лет. Я сразу же поступила в университет. И поэтому, как бы, адаптироваться в таком возрасте, мне кажется, достаточно нелегко. Но потом, как бы, я завела новых друзей, как бы, немножко лучше узнала город, в котором я жила. Загала инстаграм. Университет. И вот, и как-то жизнь стала немного легче и проще. Да. И потом уже, как бы, адаптируешься, потому что выхода нет, ты все равно там находишься. Вот здесь, знаете, я попрошу режиссеров добавить темный фон, там, я не знаю, какой-нибудь сейпи, чтобы вот выхода нет. И дальше музыка сплина. Окей. Поговорим о серьезных вещах. Вы сейчас в ООН в модели ООН, правильно? Да. Все сплетни, интриги, все дипломатические вот эти разборки, я так понимаю, что вы моделируете. Ну, можно и так сказать. Какое количество у вас, вот, молодых делегатов? Получается, моя самая главная конференция, вообще, как бы, в моем опыте прошла в Женеве. Так как в Женеве находится их штаб-квартира. И мне вот посчастливилось в ней побывать. Вот. Так, и количество делегатов, их было там 600. И получается, нас просили, нам рассылали e-mail о том, что можно написать речь, как бы, что бы ты хотел в мире изменить, что-то вроде этого. А я была в Комитете международной безопасности. И я написала речь о том, что бы я хотела, как бы, привнести в мир, вот, в этом плане, именно, вот, в безопасности. И мою речь из 600 делегатов выбрали самые лучшие, она попала в топ-5. И я произнесла ее на церемонии открытия генеральной ассамблеи. И вы получили звание лучшей делегатой. Опять-таки, да. Тот-5 лучшей делегатой. Повторяться, вот, тот самый случай, когда повторяться, даже приятно. Не, ну, знаешь, самое интересное, то, что то, чего я в университете избегал больше всего, это конференции, оказывается, это полезно. Это полезно, это полезно. Хорошо. О чем была речь? Как бы, я сама учусь на факультете международной безопасности в Польше, поэтому это, как бы, борьба с терроризмом. Я знаю, это... По ПТОД, я знаю, это противодействие финансирования и этого нет денег. Но, на самом деле, я считаю, что очень важно сохранять безопасность в мире, так же, как и в мире, так и в школах, скажем. Например, у нас ООН, здесь, в Кыргызстане, Юнисеф, они проводили, как бы, кампанию о том, что нужно соблюдать безопасность в школах тоже. В плане, если какое-то землетрясение, что дети должны знать, как спасаться. А у меня было боли о том, как бы, что значит безопасность в глобальном смысле. Об этом я написала свою речь. И это была только церемония открытия, так как конференция только началась. А потом уже, как бы, в процессе конференции я была в... Это Михаил, мне обращается внимание. Здесь просто... Это Михаил! Ниша, Ниша, все, ладно. Ниша, подожди. Вот, и, как бы, я была, тоже, как бы, занималась международной безопасностью этим вопросом в этом комитете. И оттуда я уже получила звание лучшего делегата. А речь, а речь выбрали мою, как бы, до этого. Окей, хорошо. Скажите, помимо всего прочего, вы также и проводите мотивационные курсы. Я так понимаю, что это именно... Ну, как вам объяснить? Спасибо. Те лекции, которые способствуют улучшению самопознания и способствуют саморазвитию. Правильно? Да, как бы, этим делом я занялась только в этом году, потому что, вот вы не поверите, я вроде участвую в таких больших конференциях, но почему-то, как бы, говорить публично мне всегда было как-то страшновато. И этим я никогда не делилась, хотя, как бы, всегда заботилась о том, чтобы у детей было все хорошо, потому что дети — это мое слабое звено. И я считаю, что наше будущее — это... У вас, они вас как-то быстрее избивают, что ли, в смысле слабое звено? Нет, это как бы... Я очень люблю детей. Ага, все понятно. Да, и поэтому я считаю, что они наше будущее, что вкладывать, если вкладывать в детей, ты этим, таким образом, вкладываешь еще и в будущее нашей страны и вообще мира в целом. И поэтому я решила заняться этим делом только этим летом, но так как летом ничего не работало, никакие школы, поэтому вот я... Остались на осень? Да, осталась на осень. Да, осталась на осень. Как себе прогуливаете сессию в ООН? Нет, я не прогуливаю сессию в ООН, у меня начинается учеба в октябре, поэтому я пока еще вроде успеваю. Ну, уже от тебя, добро, вы прослеживаете. Хорошо, то есть ваши потенциальные, скажем так, информации, инфополучатели, это дети до 15-16 лет? Нет, вот мой первый тренинг в этом году, вот этим сентябрем, прошел в женском лицее «Очурек», и я проводила тренинг для девочек с 9 по 11 класс. Это получается уже достаточно взрослые, да, взрослые девочки, но им я объясняла о как бы социальных нормах, о том, что как бы стесняться, это, ну, этого не нужно делать. Ну, это глупо на самом деле. Да, вот, и об образовании за рубежом тоже рассказывала, о своем университете. Основной посыл, как бы был, он заключался во всем абсолютно. Вот я говорила о всех проблемах, о которых девочки умалчивают. Вот, например, в лицеях они стесняются очень часто, они замыкаются в себе. Я пыталась им донести то, что нужно как бы всегда уметь самовыражаться и не стесняться того, кем ты являешься. И еще как бы то, что поступать и учиться за границей, это достаточно, ну, как бы лучше, чем ты останешься здесь, потому что перспектив там намного больше. Ваша целевая аудитория, это зачастую девочки, я так понимаю? Не только девочки, просто почему-то... Смотри где, в инстаграмме мальчики? В инстаграмме, да, я тоже хотела отметить. Нет, как бы не только девочек, я пытаюсь еще как бы мотивировать и бабушек тоже, и в целом как бы людей, но получилось так, что приглашают меня вот пока только в женские лицеи. Нет, вы неправильно себя позиционируете. Меня приглашают пока только в женские лицеи, а я пока только в женские лицеи. Хорошо, скажите, вот, пожалуйста, вы сказали о том, что вот раньше вы боялись публичных выступлений. У каждого своя история о том, как они с этим боролись. Вот я, например, мы пошли на заработки с друзьями, насадили огромные вот такие плакаты, мы целую неделю ходили по городу с 9 утра до 6 вечера, и после этого, в принципе, понятия стеснения нету вообще. Ну, это не так интересно, допустим, как у большинства людей. Вот какая у вас история? У меня, ну, вообще я еще и пою. Ну, это мы знаем. Да, и чуть-чуть, спасибо большое, и чуть-чуть снимаюсь. И, как бы, в детстве я очень сильно боялась публики, я вот пела просто вот так, на-на-на-на-на-на, и все, и уходила с сцены. А потом, как бы, я начала участвовать в международных конкурсах, тоже представляла Кыргызстан в Австралии, в Германии, вот. И оно как-то само пропало, вот это, не знаю, моя любовь к пению, наверное, любовь к публике, она, как бы, мне помогла преодолеть страх публичных выступлений. Но, как бы, петь на сцене — это одно, а говорить на сцене — это совсем другое, потому что, как бы, ты слова песни выучила, спела — ушла, а здесь ты говоришь от себя, ты думаешь. Это, получается, такой быстрый-быстрый процесс, на самом деле, критического, такого мышления. Ну, нам не понять однозначно, вот нам на свое время не понять. Ну, конечно, не понять. А, скажите, ну, шутки-шутки, вы нас уже, извините, просто мы до этого на серьезные темы поговорили, а тут появилась возможность чуть-чуть хихоньки-хахоньки добавить. Скажите, вот, мне следующее. Каким образом вы справляетесь с тем, что вы пытаетесь параллельно два образа выстроить? Правильно? С одной стороны, вы любите Петя, с другой стороны, вы дипломат. Вот не идет ли какой-то корреляции между восприятием? На самом деле, это замечательный просто вопрос, потому что я тоже сейчас над этим думаю. Даже когда я заканчивала школу, я думала над тем, чтобы, как бы, не знаю, как-то в творческую более сторону так уйти, поступить на актерское мастерство, заняться как-то пением. Но потом я поняла, что, как бы, этим я могу заняться всегда, потому что это у меня присутствует, как бы, с рождения. Я всегда пою, вот это какая-то артистичность. И выработать это можно, как бы, параллельно занимаясь чем-то другим. То есть, 55, Карина, Рай, тур по Крагастану, это может быть, да? Вот, и я решила, как бы, иметь более такую, как бы, базу. Практическую. Практическую базу, да. И еще мне со школы нравится дипломатия. Я мечтала посетить как-то Женеву, ООН. Я не думала, что моя мечта сбудется вот в мои 18 лет. Хорошо. Пару советов начинающим дипломатам, которые только начали выезжать за границу, узнавать что-то новое. Возможно, они в панике, в страхе и не знают, что делать. Пару советов. Я даже не знаю, как бы, это на самом деле всегда, когда ты выезжаешь на какую-то конференцию, это всегда очень-очень волнительно. И это нормально. Хочу сказать, что это нормально. Вы можете волноваться, но самое главное, как бы, не давать этому волнению вас как-то сломить или что-то как-то нарушить ваш покой, не знаю. И волнение это вполне, в принципе, нормально. Я тоже всегда волнуюсь, но потом все получается, как бы, хорошо. И сейчас вот за пару секунд у этого все детские, женские лицеи, скажем так, сделали звук погромче на телевизорах. А скажите, вот вы в процессе обучения на дипломата, чему конкретно новому обучились? Как бы я еще, помимо того, что обучаюсь в Польше, я семестр обучилась в Голландии. Я поехала по программе обмена. И там на самом деле это запад. И это достаточно отличается от того, например, от Польши и от всего другого. И там я научилась вот много-много чему, потому что я писала как-то, это можно назвать рефератом, наверное, на русском. Я просто забываю слова иногда на русском. Вот. И там я открыла для себя теорию Мартина Ван Кремельда. Это очень один, как бы, мышлитель. Мыслитель. Я всегда говорю мышлитель. Я не знаю, почему. Потому что мышление. Хорошо, дальше продолжай. Мыслитель стратегический, вот. И он, как бы, написал теорию трансформации войны. И этому я обучилась, как бы, там. Еще много таких маленьких нюансов, которым ты можешь учиться. Не, ну, о китайских стратегиях, о макеавеллистах мы все прекрасно знаем. Я говорю о практических навыках. То есть в какой руке, допустим, держать бокал с вином? Кого представлять, когда говоришь на большую аудиторию? Да, я не знаю, какой вид хлеба подойдет к лидии. Которые, вы не обращайте внимания. И было просто очень весело. Он до этого два с половиной часа спал. Дремал, ага. Хорошо. Вот какие-то такие вещи есть? То, что может каждый абсолютно, без исключения, скажем так, использовать в повседневной жизни? В каком плане в повседневной жизни? Ну, вот вы пришли в университет, вам сказали, держи ровно осанку. Там, я не знаю, что-нибудь еще, что-нибудь еще, каких-нибудь три топ-совета. Даже не знаю, вот если честно. На самом деле все достаточно практично. Как бы ты приходишь, и каждый человек, он там индивидуален, и тебя как бы, как бы, ничему там особо не учат, и на тебя ничего не возлагают. Вот так вот, ты индивидуален, ты такой, как есть, вот так ты ведешь себя. В принципе. Возможно, есть какие-то запреты. Допустим, человека с татуировкой не выпустят на сцену. Или, возможно, скроют какие-то твои недостатки чем-то. Нет такого? Ну, не знаю, в этом, кажется, Европа в целом, она свободолюбива. Как бы, у них всегда такая свобода, не знаю, of self-expression, да, я просто забыла, как на русском, самовыражение, да, вот. Поэтому, если человек с татуировкой или там с голубыми волосами, это как бы вообще никак не влияет ни на что. Ну, все, Карина, вы меня вдохновили, я три года боялся сделать татуировку, но, дамы и господа, в скором времени я набью себе, наконец-таки, водного дракона. Я хотел бы напомнить, что в гостях у нас был просто прекрасный интервьюируемый нами на протяжении последних десяти минут человечек. Дипломат, человечек с большой буквы Ч. Ну, с нашего роста, да, человечек. Ну, а так, в принципе, по Азии-то это достаточно высокий рост, что вы такое думаете? Я хочу сказать, что человек с большой буквы имеется в виду, урмат, именно человек с большой буквы, блогер, хороший, только начинающий, только продолжайте, только успехов, потому что это у вас замечательно получается. Пойте, это ваш талант, за вами безумно приятно наблюдать, спасибо, большое, спасибо. Она просто вам пишет в DM, здравствуйте, как у вас дела? Я хотел бы напомнить, Карина Асакулова, большое спасибо за то, что пришли. А уважаемые телезрители, в скором времени мы продолжим наш эфир, чтобы продолжить радовать вас хорошими новостями и информацией. Будьте с нами.